Жопа, этот фон! Эй, чё творим, бро? Меня зовут Сергеонис, и сегодня мы делаем потерянный эпизод в стиле Сергеониса. Поверьте, в жизни видеоблогера бывают такие моменты. Итак, чтобы сделать потерянный эпизод в стиле Сергеониса, нам нужно прожить день как Сергеонис. Но этого нам не стоит делать, поскольку я ему подзвонил и узнал, как же он делает свои потерянные эпизоды. И он мне сказал, всё дело во сне. Давайте посмотрим, как он спит. Суприм, Суприм, Суприм. Суприм на месте. Суприм, Суприм, Суприм. Суприм, Суприм, Суприм. Всё ещё на месте. С таким сном не только потерянные эпизоды можно делать. Мы знаем тайну, как делать свои потерянные эпизоды Сергеонис. Он просто тупо целый день спит. Давайте-ка теперь выберем мультик, на который мы будем делать потерянный эпизод. Я хотел кидать монетку, но у меня нет монетки, поэтому я возьму крышечку от объектива. Окей, выпал лунтик. Кто бы мог подумать, какую бы серию выбрать? В игре все возрасты покорны. Теперь нам надо её как бы скачать. Окей, нажимаем на нашу волшебную кнопочку. Завантажитый. Изи, наша серия скачана. Так, следующее, что мы делаем, это пишем текст. Как мы знаем, Сергеонис в каждом своём видео говорит, чё творим, бро? Это как бы его тупая фраза. Поэтому мы пишем, чё творим, бро? Меня зовут Сергеонис и этот потерянный эпизод лунтика. Эту серию я нашёл на запретном сайте, который доступен лишь четырём человеком во всём мире. И я вхожу в эту четвёрку. Если ты хочешь оказаться пятым человеком, то поставь лайк и подпишись на канал. А если это видео наберёт 800 лайков, то я выложу эту ссылку у себя в инстаграме. Вот так вот. Если это видео наберёт 800 лайков, то я сделаю ещё один потерянный эпизод. Давайте, в обеду несложно, просто прямо сейчас возьми и поставь лайк. Я специально не буду спешить и подожду, чтобы ты поставил лайк. Ставь лайк. Поставь лайк. Поставь лайк или я больше не буду делать потерянных эпизодов. Поверь, я знаю, о чём говорю. Теперь нам надо записать этот звук. На фоне у него постоянно какой-то шум, поэтому нам надо создать свой шум. Это отлично подходит. Что ж, окей, давайте-ка будем записывать звук. Чё творим, бро? Меня зовут Сергеонис. Это потерянный эпизод Лунтика. Эту серию я нашёл. Окей, звук записан. Похлопаем сами себе. Самое первое, что нам нужно делать, это что? 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 Это вставить в глич. К примеру, мы уже его вставили. Дальше мы заканчиваем прошлое видео, которое вышло на нашем канале. В моём случае это правильный обзор еды. Бро! Бро, ты там? Бро, я тебя не вижу. Бро, 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 очнись! Я надеюсь, ты меня слышишь. После этого видео переходи и смотри правильный обзор еды. Он просто шикарный. Он тебе реально понравится. Чувак, ты такой момент опускаешь. Это просто улётное, смешное шоу. Ты не зря потратишь свои 8 минут жизни. Поверь, бро, 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 ты здесь? Фу, я надеюсь, ты здесь, поэтому быстрее. Я оставлю его в конечных заставках. Ты должен это увидеть. Я тебе говорю, ты просто обязан это увидеть. Мы это видео делаем расплучистым и добавляем футаж камеры. И чёрные полосы. И название нашего канала, чтобы никто не украл наши картинки. Потому что у меня было такое. Окей, когда мы это сделали, на фоне мы что-то говорим. И добавляем, конечно же, музычку. Стандартную музычку, как у этого придурка Сергеониса. Окей, также не забываем рекламу инстаграма. Сергеонисы, обязательно перейди посмотри. Там просто улётные фотки. Господи, сколько я ещё могу рекламы вставить в видео? Пишите, звоните, пишите. Я вставлю любую рекламу. Окей, дальше мы начинаем. Мы вставляем глитч и начинаем творить. Добавляем первую фотографию. Это рака. Вот это переход. Таких переходов даже я не знал. Всё бы неплохо. Дальше нам нужно делать по стартатной схеме, которую я показывал в прошлом видео. Мы добавляем картинку в приложение ВКонтакте. А, 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 я не скажу, какое приложение, потому что это будет рекламка, а мне не заплатили. А, там название видно. Окей, и зарисуем белые глаза, осветление и просто зарисуем. И это просто изи, никаких пейнтов. Это намного лучше, поверьте. Я как... Я поскольку знаю Сергеониса, я знаю, о чём я говорю. Как мы знаем, в каждом видео Сергеониса кто-то одержимый. Поэтому в этом видео у нас тоже будут одержимые. Это, кстати, неплохо. Просто обязательно. У нас должны быть помехи в видео. Без помехи это уже не потерянный эпизод. А главное, среди помех нужно добавлять какие-то фразочки. Фразочки, понимаете? Фразочки. Подошёл и спросил у Лунтик. Запускаем хэштег. Лунтик сдохни. Лунтик сдохни. Лунтик сдохни. Это изи. Нам надо оставлять какие-то фразочки. К примеру, здесь их... Раза... Пять фразочек. Вам нужно найти пять фразочек в потерянном эпизоде. И забыл, я дурачок, забыл сказать. Главное, когда вы читаете текст, сделать голос как Сергея Ониса. К примеру, вот такой. Чё творим, бро? Меня зовут Сергея Онис. В 800 лайков я делаю ещё один потерянный эпизод. А если наберётся хотя бы 500 лайков на правильном обзоре еды, просто зайди, поставь лайк и посмотри. То я сделаю ещё пять потерянных эпизодов. Это как бы карт-бланш. И, кстати, эти потерянные эпизоды я сделаю без вот этих вот всяких. Тупых изи-рэпов или же в снипую. Это будут просто потерянные эпизоды. Не забудь также посмотреть правильный обзор еды. А теперь, собственно, и сам потерянный эпизод. Чё творим, бро? Меня зовут Сергей Онис. И это потерянный эпизод Лунтика. Эту серию я нашёл на запретном сайте, который доступен лишь четырём людям во всём мире. И я вхожу в эту четвёрку. Если ты хочешь оказаться пятым человеком, то поставь лайк и подпишись на мой канал. Если это видео наберёт 800 лайков, то я выложу эту ссылку у себя в Инстаграме. А теперь и сама серия. Эта серия была ужасной, коварной и лицемерной. Серия началась с того, что Рак был очень зол. А когда он увидел, что маленькие рыбки играют, то он одичевел и начал на них кричать. И заставил их делать математику. Но маленькие рыбки просто сбежали от него. Рак поднялся на сушу и увидел Лунтика и всю его банду. Они были не такие, как всегда. Их глаза были белые. А сами они очень странно себя вели. Рак подошёл и спросил у Лунтика, как они так играют. Но Лунтик перебил его и произнёс какое-то заклинание. Их глаза Рака стали тоже белые. Они все были одержимые. Рак начал с ними играть в странные игры. Одна из них называлась Догони и проткни ножом. Это была ужасная игра. После начались помехи. Они были очень страшные. И там было тайное послание, которое я не мог посмотреть. После было показано, как Лунтик сидел. А на него были сдвинуты трупы Кузи и Милы. Видимо, они проиграли. После чего Рак пошёл в озеро и продолжил поиграть маленьким рыбкам в игру. Тот, кто не спрятался, будет мёртвым. Они ходили и искали разных обитателей озера. И просто убивали. Странно было то, что маленькие рыбки были неодержимыми. Но игра им приносила удовольствие. На этом серии обрывается. Я всё ещё в шоке. И не знаю, что мне делать. Поэтому поставь лайк. А если это видео наберёт 800 лайков, то я сделаю ещё один потерянный эпизод. Поэтому быстрее поставь лайк. Всё зависит от тебя. Не поставишь ты, не поставит никто другой. На этом всё. И помни, это всего лишь моё воображение. Что ж, на этом всё. Яндре, если тебе понравился этот потерянный эпизод, поставь лайк и подпишись на мой канал. А также смотри прошлое видео, правильный обзор еды. И не забудь туда 500 лайков влепить. И сюда 800. А на этом всё. Оставайся таким же шикарным, бро. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok